Всем привет! Я раскопал для вас новый интересный автобус. Хотя, если быть точным, он, конечно же, старый, 1996 года. Но от этого он не становится менее интересным. Этот автобус называется Mercedes-Benz O325, турецкой сборки. Подробнее об этом чудесном автобусе вам расскажет автобусный эксперт. Всем привет! С вами автобус-мастер. И мы находимся на Домоденовском кладбище. А за моей спиной находится редчайший автобус Mercedes-Benz O325 Тюрк. Почему Тюрк? Потому что такие автобусы строились в Турции на местном заводе Mercedes-Benz. Сейчас в России порядка всего, может быть, около 20 таких автобусов. Поэтому данная машина, по сути, уникальна. Уникальна тем, что конкретно этот автобус с 1996 года. И он от самого поступления в Мосгортранс, в 16-й автобусный парк, по сей день там и работает. Причем более 20 лет он работает уже в качестве столовой. Да-да, автобус-столовая. А всего в Россию таких автобусов поступило в период с 1994 по 1996 год аж 810 штук. И из них 421 машина только в Мосгортранс, только в Москву. А также 155 автобусов попали в Башкирию и 150 в Татарстан. Ну и так по мелочи. Там около 40 в Ставрополь и другие некоторые города России. Строились данные автобусы в период с 1988 по 1996 год. То есть всего лишь каких-то 8 лет. И поступали в Москву одни сновья. Как я уже сказал, с 1994 по 1996 годы. Это классический городской высокопольный автобус большого класса, имеющий порядка 31 сидячего места, трехдверную или двухдверную компоновку, с расположением двигателя в задней части. С максимальной скоростью до 84 км в час и шестью передачами. С механической коробкой передач. Я надеюсь, вы помните мое видео про Саратов, которое я снимал в 2022 году. И там были чудесные автобусы и карус в идеальном практически состоянии. Так вот, этот автобус, хоть и выпущен в 1996 году, тоже поддерживался в прекрасном состоянии. Просто поливуйтесь на это чудесное лакокрасочное покрытие. А также на супершумный грузовик, который мешает мне записывать звук. И поскольку мы не хотим довольствоваться фотографией, сделанной наконечной в контрсвете, мы с автобусмастером отправляемся на шоссе, чтобы сфотографировать этот чудесный Месседес где-нибудь в лесочке. Ну что, успел снять? Едва-едва. 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 Едва-едва успел. Четко получилось. Полюбуйтесь на этот шедевр автобусной фотографии. А все потому, что автобус поехал слишком неожиданно. Мы даже не успели дойти до нормального места. Ах да, главный вопрос, что, собственно говоря, автобус забыл около кладбища. Дело в том, что 16 апреля в России праздновалась Пасха. А за неделю до Пасхи и в течение недели после Пасхи люди традиционно приезжают на кладбище, чтобы навестить могилы своих родственников. Для чего? Мосгортрансом был организован маршрут E1, который бесплатно отвозит людей от метро Домодедовская сюда, на Домодедовское кладбище. Ну, а автобус Мерседес выполняет роль столовой для водителей автобусов маршрута E1. А пока мы с автобусмастером топаем по шоссе, чтобы сфотографировать современные автобусы-гармошки где-нибудь в лесочке, неплохо бы вспомнить, какими были эти чудесные Мерседесы O325. Рассказывай, дружище, какими ты запомнил эти автобусы? На моей памяти автобусы такие ездили, конечно же, в Москве, а еще в Уфе. В Москве они всегда очень сильно выделялись. Они у меня ездили на 185 маршруте и выделялись на фоне привычных тогда икарусов, и лязов 677 угловатыми формами, красным цветом, дверями. У него, опять же, угловатые скосы внутри в салоне, очень высокие задние ступеньки были, рычащий такой звук двигателя, никакой икарус абсолютно не похожий, уж тем более на бензиновый лязовый совершенно не похож. В Уфе такие автобусы тоже запомнились, причем запомнились, они там ездили в качестве маршрутного такси, имели часть автобусов красный цвет и такой же планетарные двери, и такие планетарные двери, в общем, имели. А часть были с ширмовыми дверями, да-да, и вот те как раз были покрашены в голубой цвет, и в основном ездили участников на различных маршрутах. Интересно, они к частникам перешли от государственного перевозчика, или они сами их покупали в Турции? Ну, вообще, они, скорее всего, были все башо-автотрансовские, а вот когда они последние годы доезжали, они уже были участниками, потому что в Уфе эти автобусы доработали лишь до 15-го года, и в том же каком-нибудь там 12-м, 13-м, 14-м, позднее раз в 14-м году я еще покатался в Уфе. А мы тем временем наконец-то вышли на солнечную площадку, и сейчас пофоткаем здесь автобусы-гармошки. Я живу в Москве, и мне кажется весьма необычным наблюдать городской низкопольный автобус из соснового леса. А не как обычно, из каменных джунглей. Так называемые кладбищенские маршруты обслуживаются городскими автобусами. Гармошки ЛиАЗ-62-13.65, которые выпускаются на заводе в Великино-Дулево, а также здесь можно встретить автобусы НИФАС-52-99, вот такой модификации, которые также сравнительно новые. Если вы хотите узнать об этих автобусах подробнее, задайте мне вопросы в комментариях. Даже если вы не знаете русский язык, пишите на любом языке. Автобусы Мерседес О325 исчезли из Москвы в 2011 году. Так что экземпляр, который мы сегодня вам показали, пережил своих собратьев на целых 12 лет. В основном, конечно, благодаря тому, что он был служебным все это время. Автобус находится в отличном состоянии. Он мог бы посоперничать с саратовским Акарусом 283, а вдобавок он еще и является столовой на колесах. Поэтому, мне кажется, у него есть большое будущее в воображаемом музее московского транспорта, где он мог бы выступать в роли внезапно столовой для посетителей нашего воображаемого музея московского транспорта. Напоследок остается только послать лучи уважения филиалу Южной за то, что сохранили этот интереснейший автобус, а также призвать вас подписаться на канал, поставить лайк и посмотреть другой контент на канале Блог ЖД Фотографа. С вами был Игорь Абросимов. До новых встреч! Увидимся в новых видео!